Йо-йо-йо, здорово, с вами Диман Масл, и сегодня у нас небольшой кратненький обзор на P40 Pro и S21 Ultra, да, даже не 20-й, потому что что 20-й, что 21-й снимают примерно одинаково, только зумы 21-го поколения Samsung гораздо лучше. Поэтому сравним их, несмотря на то, что телефон на авито стоит 40 тысяч рублей, а этот около 60-ти, мы делаем прямое сравнение, что есть, то есть, так называется. Я должен отметить, что Huawei молодцы, потому что, в принципе, они делают классные телефоны, он офигенного дизайна, он достаточно узенький, при этом такой, хоть и толстенький, но очень приятно лежит в руке, его приятно держать, он относительно легкий, но при этом чувствуется, что он легкий лишь потому, что он небольшого размера, он чувствуется таким плотненьким, приятный вес, так сказать. Этот телефон тяжелый, но я этого не замечаю, то есть, он и большой, у него огромный экран, охеренный экран. Samsung вообще по экранам просто топ, у них самая лучшая максимальная яркость на солнце. Понятно, что если вы будете ходить постоянно под солнечными лучами, он выгорит нафиг, и на средней яркости мы используем его в помещениях и тот и тот, поэтому по яркости особой разницы нет. Но если надо будет, то Samsung выдаст большую яркость. Далее, цвета на Huawei хорошие, классные, красочные, гораздо лучше, чем у iPhone, чуть-чуть, может быть, не дотягивают до Samsung, но в целом это отличный экран с хорошими закруглениями по краям, в которых нет никаких случайных нажатий. При этом телефон очень быстрый, и он даже лучше держит зарядку, чем любой Samsung Huawei, по зарядке всегда молодцы. Здесь все плавненько, оболочка очень красивая и очень сильно напоминает Samsung, потому что здесь такое же красивое меню, тут хорошая шторка, тут есть хороший темный режим, хорошее вот это вот оформление менюшки, в отличие от OnePlus. Я почему это хвалю, потому что на Xiaomi на OnePlus мне эта менюшка абсолютно не нравится. Здесь все красиво и плавно, примерно как у Samsung. Очень похоже оформление, переходя с одного телефона на другом, я не испытываю абсолютно никакого дискомфорта. То есть здесь лучшая автономность, тут хороший процессор, он абсолютно не греется, ни в каких сценариях использования практически не нагревается. Samsung же любит греться, да, это неплохо, ваши руки не обожгутся, это же все-таки не чайник, понимаете. Телефоны должны греться, потому что у них большие и мощные процессоры и слабая система охлаждения, в отличие от тех же ноутбуков. Но, как факт, Huawei греется меньше, при этом справляется с любыми задачами. Также вы можете побороть проблему отсутствия Google сервисов, либо установив Google сервисы на этот телефон, либо скачав все приложения из АПК файлов с браузера, либо вы можете также их скачивать, например, с AppGallery, это их магазин приложений, либо вы можете даже установить такой эмулятор пространства Android, в котором эти все приложения будут также запускаться. Но лучше всего скачивать с браузера и с AppGallery, того, чего там нету с браузера. Более того, тут есть бесконтактная оплата через приложение, кошелек, вы можете также добавлять карты и платить без каких-либо проблем, вам для этого не нужен Google Pay. YouTube вы можете скачать YouTube Vansit, который отличается от обычного YouTube, чем оформление, там тоже самое, там еще и поддерживается фоновое воспроизведение, там нет рекламы, то есть как будто бы вы купили платную подписку на YouTube Premium, только еще и бесплатно, да с таким же оформлением. Так что, по сути, без Google сервисов проблем нет абсолютно никаких, все приложения скачать можно, особенно если только вы там работаете с какими-то акциями или еще чем-то, и у вас какие-то эксклюзивные приложения, которые там ставят 1% людей, может быть, вы их не найдете, но, скорее всего, такого не будет. И самое главное, камера, да, у этого телефона лучшая камера по сей день. Вот сейчас я сделал парочку тестовых снимков, и прямо сейчас я вам их покажу. Давайте посмотрим, всего лишь несколько снимков, и нам все будет сразу понятно. Может, экран у Samsung, конечно, и лучше, да? Может, стереозвук тут есть, тут его нет, тут динамик встроен в экран, что, в принципе, хорошо, потому что в метро можно полностью приложить телефон к уху, закрыть внешние шумы и слушать собеседника, но, тем не менее, сверху динамика нет, и в играх этого не хватает. Итак, по производительности оба телефона работают одинаково быстро, если даже перезапускать эти телефоны, Huawei перезапустится быстрее. Итак, мы смотрим, фронталочка, значит, смотрите, качество деталей больше на Huawei. Это видно по бровям, это видно по глазам, это видно по усам. Фронталка выдает больше деталей. Дальше десятикратный зум. С одной стороны он старался быть четче, но с другой стороны ему не хватает тряски, то есть стабилизация у него очень слабенькая. Самсунг он прям вылавливает картинку и замирает на ней, и очень легко сфоткать объект. Здесь тоже у нас зум, только то был пятидесятикратный, это десятикратный. Десятикратный зум на Huawei, как ни странно, четче, несмотря на то, что здесь десятикратная оптика. Возможно, в условиях хорошего освещения это было бы лучше, но в условиях так себе освещение вот такой вот снимок у нас получается. Дальше обычный модуль, и здесь мы тоже видим, что Huawei передает больше деталей, потому что вот эту желтую баночку, здесь мы можем даже какие-то разглядеть надписи на синем квадратике. Здесь же и овечка, и эти надписи уже не читаются, видите? И последний кадр, который я вам покажу для сравнения. Вот такой вот кадр, вот с такой вот кастрюлькой. Мы посмотрим здесь немножечко на детали, на плиточку на заднем фоне, на крошки, которые здесь видны, здесь этих крошек уже не видно на плите, да? И в целом вот перец, например, в банке, он гораздо четче детализированный на Huawei. То есть Huawei имеет по сей день лучшую камеру, в том плане, что и в темное время суток, и в зуме она точно не уступает Самсунгу. Вот такой вот кратенький обзор от Димана Масла, спасибо, покупайте. Прямо сейчас эти два устройства продаются у меня в профиле по ссылочкам в описании.